привет друзья сегодня очередное прогулочное видео но и решил я начать его не с прогулки а с того что я не выдержал и перешел на ичпул вот здесь вы видите что у меня 13 терабайт на ичпуле и да я теперь майни на ичпуле потому что выпуск пулов отложили неизвестно насколько поэтому вот как-то так что поделать вот ну а мы пойдем прямо сейчас так нужно выключить свет дома дома никого не будет и прямо сейчас наверное уже почти 1130 пойдем по другой дороге сегодня как вы можете видеть все еще светло да все еще светло вот и в общем пойдемте гулять отличная погода как и в прошлый раз просто великолепная причем не только на улице крипто тоже все зеленое так что погода хорошая и на улице и у меня в голове так скажем заодно по пути проверим почту так как мы идем навстречу ей ну и вы посмотрите окрестности вот по плану у меня сегодня показать вам другую более дальнюю установку я не знаю дойдем ли мы туда или нет но надеюсь туда ну в общем про пуа про пулы про пулы те пулы про те пулы я уже вам сказал в общем неизвестно когда они будут официальные фиг с ним не вариант у меня сейчас 13 терабайт размечено всего будет около 26 дисков по 4 диска по 6 терабайт вот но потихонечку они размечаются я особо не спешу с этой задачей вот так что посмотрим что будет с пулом он темой платы подхватились принципе он их обнаружил проблемы с этим не было вот так что надеюсь что начинают завтра уже будет какая-то доходность посмотрим расскажу вам не только о чья конечно еще немножечко просто о жизни о природе в норвегии мой лендлорд посадил туи некоторое время назад не знаю три месяца четыре месяца назад не помню точно когда 40 штук так проверяем почту ничего нет отлично вот и в общем посадил он туи и поливал их пару раз я сегодня пошел в интернет они стали желтоватыми у меня мама подметила что туи желтоватые по моему в предыдущем видео да я что-то даже не заметил честно говоря действительно желтоватые я посмотрел оказывается туи поливать нужно каждый второй день каждый второй день в общем я говорю александр давай мы купим шланг с дырочками таймер и решим эту проблему потому что жалко такие классные туи уже 13 штук из 40 пожелтели это грустно ну в общем надо их чаще поливать может быть что-то мы сделаем надеюсь может я сам поеду да куплю просто таймер горденовский какой-нибудь хороший да и решу этот вопрос вот что касается видео по arch linux подготовка продолжается с ним все хорошо я дополнил кое-какие скриншоты кое-какие исследования текст в общем уже практически готова к тому чтобы снимать я думаю что еще два дня у меня уйдет на то чтобы довести до идеала все моменты потому что хочется сделать хорошее видео вот и тогда будет буду делать видео по arch linux а затем как и обещал конечно же видео про mac почему нельзя пользоваться маком но побережем эту тему для более позднего времени так сейчас я переключу камеру если получится для разнообразия ну и что я еще делаю чем рассказать я пробую разные арт дистрибутивы парабола гипербола то что я последний пробовал на вмки хочу также изучить какие есть еще необычный арт бэйс дистрибутив потому что и достаточно много и не о всех я знаю и хочется ничего не упустить также я выпустил новый релиз моего приложения скрипта linux downloader на гитхабе можете зайти github.com slash sx3i slash linux-downloader ссылка я думаю будет в описании если я конечно не забуду его туда поместить но общем linux downloader на гитхабе выпустил версию 7.1 там 70 дистрибутивов я поправил поддержку около десятка дистрибутивов которые по определенным причинам там поменялись у url и перестал кое-что работать теперь они все работают все 70 скрипт может быстро закачивать также он позволяет запускать их в принципе в виртуалке поэтому с помощью него вы можете потестировать вот кроме того что вам еще рассказать нашел я значит экран от кассового аппарата двухстрочный 20 символьный экран который знаете показывает цену там при покупке итоговую сумму вот этот вот такой на вакуумных лампах что ли так он 2 2 2 2 он называется как-то так называется попытался я его заставить работать нашел библиотеку которая называется lcd prog вот запятал включил txrx там еще какие-то помпины были для flow control и чего такого согласно документации экран запускается на нем появляется демка но не получается при помощи lcd prog и демона lcdd вывести на него хоть что-то написал разработчикам на гитхаб юри так и так ребята чё 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 они так делаю помогите пожалуйста вот они уже мне даже ответили в общем если получится буду выводить на него курсы крипты может быть объем моего плотинга в тяне все что-нибудь посмотрим ну я конечно же продолжаю гулять с приложуха с ваткоин вот могу даже показать сейчас она долго загружается сейчас она загрузится за тот модная анимация вот отлично вот собственно сейчас я разгуляю с ней можно кстати врубить boost я не знаю чего этого не сделал 20 минут boost старт вот все boost поехал вот продолжаю в общем гулять с ней заказал кое-что из их магазина посмотрим как быстро придет насколько будет прикольно и все такое ну могу сделать обзор если это будет что-то интересное сделаю обзор в общем можно зарабатывать свой твойный заказывать по точнее там на самом деле скидка не дают скидку не полностью но там бывает за доставку надо доплатить но с другой стороны там есть и такие лоты которые позволяют полностью бесплатно что-то интересное получить я про этом просто раз говорил купил себе рандомный польский напиток называется окость окочим не знаю наверное я неправильно произношу не знаю польский к сожалению но окочим или окоцим не знаю что-то среднее в общем это некое подобие яблочного сидра хотел хотел повернуть камеру на теслу но у меня другой режим включила тесла там кстати зарядочки в общем какое-то подобие сидра яблочного черешни что ли что-то такое интересное необычное такое вот что еще происходит продолжаю работать над своим кластером кстати если зрители кто-то знает что можно сделать в общем у меня идея следующем расскажу вам у меня есть кластер из ноутбуков вы возможно видели в одном из видео в мельком его где-нибудь или сегодня даже может мельком его видели этот кластер из ноутбуков задача у меня такая чтобы он загружался объединялся в кластер каждый раз сам я уже сделал образ у меня есть по xe будет образ ранчер уэс который так делает входит в докер сворум но к сожалению во первых ранчер уэс перестали поддерживать эту систему ребята из раньше ну а на легоси теперь считается в общем они кубернет заняли занялись а я честно греко бернется не очень хочу потому что она слишком громоздкая для старых буков вот в общем я раздумываю как бы сделать автоматически кластер который сам строится то есть вот считаю вы загружаете систему с сети до абсолютно с нуля только помог адресу допустим выясняется хвостные все остальное как бы одинаково для всех систем и затем как бы на этом кластере что-то там запускается работает вот такая как бы задача я думал там xcat там есть какие-то разные утилиты для этого куча всего на самом деле но оно все как бы либо сложно очень настраивается для дата-центра либо вот как-то не так что прям очень легко и быстро развернуть домашний кластер который будет ну например там в доке или еще как-то объединен вот собственно задачи например у меня типичные это ну скажем запуск например запуск гридкоина да чтобы проводить вычисления с боинки и получать монетки гридкоин ну или какие-то еще задачи вот например папа заплатить чею да на всех ноутах одновременно было бы здорово заплатить че чем мы пойдем в лес наверно пойдем дальше есть некоторые темы которые хочу с вами судить вот естественно кого-то есть хороший опыт касающийся этого надо микрофон потише сделать мне кажется то что-то чересчур вот то поделитесь пожалуйста в комментариях как бы вы сделали такой подобный домашний кластер есть еще грустная новость ну так не совсем окончательно грустно но немного печальная на первый взгляд это мой canon 7d с которым я везде всегда и все им фоткал и снимал видео ранее для вас кстати многие видео предыдущие если вы смотрели на library да и на ютюбе снято именно при помощи него в общем последний раз я хотел взять его с собой вот как раз поход сюда в этот лес который мы сейчас идем и я и обнаружил что он не включается вот есть подозрение конечно аккумулятор хотя он вроде заряжен я проверил он показывает полный заряд мультиметров надо проверить напряжение в общем грешу на аккумуляторе на контакты очень надеюсь что это дело в этом место нет наверно придется разбирать потек конечно же он у меня бы уж на естественника гарантии на него у меня нет и это будет мой первый канон который я разобрал потому что раньше с моими канонами все было хорошо и не приходилось их разбирать что-то с ними делать так пойдем по короткому пути наверно вот сюда вот но с другой стороны на позитивной ноте могу сказать что я забрал себе корпус для компа mzxt кажется компания называется классный корпус размышляю какое именно железо в него собрать то ли новое какое-то железо которое у меня будет то ли моего железо с предыдущего компа то ли все-таки дождаться когда придет мой корпус предыдущего компа который собственно содержал себе этот комп из россии и собрать как бы мы предыдущий комп в том же корпусе в котором он был вот что-то не оптимальный конечно маршрут для вроде бы заняться видно на самом деле но на видео не видно просто вам может быть не очень интересно но сейчас мы выйдем через одну минуту я думаю мы выйдем там где уже будет свет крайне мере на этом надеюсь вот в общем не определился я пока что делать с корпусом mzxt но в любом случае у меня еще два компа которые без корпусов всего у них три без корпусов компа который определенного когда-то разместить поэтому корпус будет очень кстати он в идеальном состоянии хоть и юзаны конечно вот в общем я доволен приобретением классный классно удобный корпус большой просторный я думаю что в него наверное че риг поместить винчестер это там место под 6 штатное но я думаю что в реальности туда можно 10 12 запихнуть он очень большой вот и без всяких проблем так что но у меня штук 6 есть уже может быть чуть больше может остановлюсь не знаю посмотрим в общем заказал еще кроме корпуса еще заказал солишки всякого термопасту себе заказал по мелочи там всякие нужные штуки и теперь стартовал новый раунд ожидания в 30 дней пока что-то придет солишки вот вообще знаете надо чаще гулять в час 11 30 ровно такая прекрасная погода в лесу замечательно чудесно и как вы можете видеть вот за 15 минут сюда можно прийти и в общем как-то проветривать голову даже разговаривать рассказывать какие-то новости так приятно здорово единственное мне немножко не хватает объема легких идти в гору рассказывать вам не стараться еще следить что все было хорошо с камерами сейчас я поднимусь чуть выше и наверное будет полегче да точно надо чаще выбираться еще хочется делать интервью подкасты игровые стримы и для игровых стримов я вот думаю может какую-то новую игру найти там индюшку еще что-то или просто факторию постримить в очередной раз факторию если у вас есть какие-то интересные игры которые вы можете предложить для стримов кроссплатформенные желательно хотя не не обязательно сейчас принципе можно через протон запускать игры но лучше просто платформенный вот можете советовать и я подумаю если у меня эта игра будет или если будет интересно ее постримить то обязательно постримлю вот в общем да однозначно надо делать больше интервью но для интервью нужны люди я всем говорю о том что я хочу делать интервью но видимо нужно больше инициативы нужно предложить им тему нужно как-то в общем все бы взять свои руки позвать просто как бы гостей и сделать интервью тогда это я думаю пойдет наверняка пока что пока что делал ли я интервью за последнее да нет уже очень давно ничего не делал интересного вот поэтому если вы хотите кстати можно сделать интервью и онлайн если у вас есть интересная тема по крипте или по тем тем которые я сегодня озвучивал или все что угодно по open source железу софту разработки напишите мне в комментарии предложите или просто мне в личку там мои контакты найдете можно на мой сайт зайти sx3i.ru там в принципе есть контакты все там что вам удобнее facebook twitter telegram там так далее там же можно задонатить кстати вот так что да хотелось бы больше каких-то интересных идей которые бы резонировали среди людей и которые бы всем было интересно слушать и смотреть я так иногда немножко странно расскажу потому что мне приходится проверять живость микрофона живость записи чтобы все было поприятнее поприятнее был звук поприятнее была картинка в общем чтобы все все работало поэтому не удивляться немножко сбиваюсь вот да еще про еду немножко купил себе норвежский срок зашел в магазин смотрю срок думаю норвежский срок ничего себе классно они все-таки делают сурки в общем купил пришел домой забыл достать о сумке сразу чуть-чуть он полежал там чуть-чуть подрасплавился ладно положил в холодильник сейчас заморозился он снова чуть-чуть под заморозился я его достал думаю ну сейчас съем а это оказывается не срок но на самом деле меня подруга ранее подсказала что это не срок это некая пастила с коньяком я даже не знаю в общем прикольная штука но это конечно не срок но благо я покупаю эти сырки корунс там над лукас или как-то так они называются наверняка название неправильно проговорю сейчас вот поэтому если вам интересно будет про сырки которые есть норвегии в продаже или там про сгущенку или русские продукты гречка и все такое прочее я могу сделать отдельное видео для этого вот ну да в общем сырком был пл еще иди пицца это была классная нет нет не только рассказать не а пиццы обнаружил значит я своей морозилке картошку я никогда не кладу картошку в морозилку потому что зачем она замечательно чувствует себя и не в морозилке но почему-то она была там в общем естественно стал кита мягкой я разморозил пожарил нормальная в принципе вкусная но блин все-таки она была мягкая даже после жарки и вот собственно вопрос если какой-то лайфхак возможно вы знаете что можно сделать замороженной картошкой после морозилки чтобы она не была такой мягкой я думаю что такой лайфхак наверняка есть и надо просто его знать очевидно я не обладаю такими знаниями так что может мне в комментариях вы что-нибудь да подскажете ну и в принципе то я на самом деле уже 20 минут снимаю я прошел дальше чем я планировал начали можно конечно дойти до пляжа уже осталось не так уж далеко другое дело я не знаю что еще вам рассказать потому что я вроде бы ничего не позабыл я могу конечно еще немножко рассказать про исследования мака которыми которым я до сих пор от которых я до сих пор в шоке да то что я не могу к нему привыкнуть себя приучить или же все-таки оставить это для отдельного видео ну не знаю ладно я сейчас не структурировано расскажу все равно поэтому я расскажу что меня например раздражает нельзя нормально настроить все так как тебе хочется а не так как решила ну например анимации вот то что мне точно не нужно то что я не хочу я хочу чтобы не было анимации чтобы переключались например рабочие столы или окна моментально не банки задержек довольно простая простое требование вроде да ничего особенного но если мы как бы это требование рассмотрим в разрезе apple то она становится и из простых превращается в очень даже сложное и непонятно что с этим делать то есть да там есть кнопка reduce animations ты нажимаешь reduce animations и она делает именно то что сказано она уменьшает количество анимаций и делает некоторые анимации не такими прям над назойливыми но они все равно никуда не уходят тогда я стал копать как же это выключить нашел кучу команд штук 30 в интернете попробовал все да действительно часть анимации пропала стала получше но не все в частности анимация при смене рабочих столов в общем я выяснил что есть специальная проба называется total spaces 2 который можно поставить и назначить отдельный хот кей конечно же которые желательно чтоб еще не конфликтованы с чем другим потому что хот кей в майке это отдельная история на час наверно о том как какие они ужасные и в общем да она работает только чтобы ее поставить нужно перезагрузиться в recovery mode разрешить установку приложений не авторизованных источников вот что-то сделать еще и потом окажется что она платная самая веселая часть конечно кажется она платная но она работает две недели бесплатно и в общем то вот мои две недели подошли к концу по моему сегодня был один день что осталось знаю что буду делать вот дальше что еще например touchpad невозможно пользоваться touchpadом то есть он неудобно и ускоряется и я не знаю если вы пользовались другими touchpadами вы понимаете многие фанаты apple говорят ой вот это такой удобный touchpad такой офигенный но на самом деле он неудобный у него нелинейное ускорение и это нелинейное ускорение его невозможно понять и привыкнуть к нему ну то есть как бы в какой-то степени да можно понять и привыкнуть но не настолько насколько к touchpad от других компов там синаптики там традиционно все тачпады вот то есть у меня не получается то есть например я знаю что я на ноуте поработав пару-тройку дней на любом традиционном ноуте я могу запоминать где кнопки находится и какой мне нужно движение пальца то есть я могу вслепую реально как бы продвигать курсор к тому месту где будет определенная кнопка появляться заведомо даже до того как это окно появится и потом нажимать сразу то есть это увеличивает эффективность работы ускоряет работу в целом как бы в маке это невозможно то есть меня получается что я пытаюсь рассчитать я на 2 навожу touchpad как бы на кнопку где она появляется немного не там я пытаюсь корректироваться корректируясь и снова мажем на кнопки снова корректируясь ну естественно это происходит очень быстро это незаметно и кажется что типа вообще все нормально и я придираюсь но на самом деле после того как вы поработать за хорошими touchpadами или просто привыкните к хорошему touchpad или даже даже нет не надо даже хороших к среднему touchpad привыкните вы поймете что он более предсказуемый и это не голословное заявление ребята потому что я как бы вижу люди у меня на работе да кто там всю жизнь или пол жизни очень давно короче работают за маками я понимаю что он но это же люди всю жизнь работают за маками наверное они там ну типа должны оптимально это делать главный разработчик там один один из главных разработчиков он промазывает по клавишам до сих пор нет но я тоже это делаю но в венок сюда там здесь террас я 123 промажу да не вопрос но не каждый раз не приказ перетаскиваем каждого окна потом они ищут окна они ищут окна по 10 по 20 по 30 секунд где да я тоже бывает еще окна но у меня это заключается в переключении рабочих столов на то есть я там переключу переключу то сметану на этом одну две три секунды как бы если сразу я схватил то секунду если не сразу там 23 они ищут окна потом когда они их находят они пытаются их схватить у них не получается они пытаются перетащить на другой рабочий стол он странно работает нельзя как-то быстро легко два окна допустим разделить нету кнопки по которой можно перетаскивать окна за любую точку это для меня вообще просто шоу стоппер то есть я в linux настолько привык к alt левая кнопка alt правая кнопка то есть если вы знаете alt левая кнопка это перетаскивание окна за любое место alt правая кнопка это ресайз окна за любое место и это настолько удобно что в общем то без этого невозможно нормально работать и я не нашел как это в маке сделать с несторонним приложением ничем вот в общем куча неудобства не говоря уже о том что он перегревается слишком быстро работает не более двух часов клавиатура я уже сказал ход кей на клавиатуре сама клавиатура не нельзя и пользоваться вообще просто невозможно неудобно после механики это просто жесть вот и в общем ладно я не буду вам больше рассказывать про mac просто потому что про это будет отдельное видео наверное тоже на полчаса она будет то и больше где я подробно расскажу про все эти фейлы и еще добавлю больше где я их покажу вам в реальности покажу вам как они выглядят кое-что я записал уже но к сожалению мне нет возможности легко захватывать сигнал из мака я не знаю может я такую возможность найду может нет какое-то внешнее устройство чтобы вы видели как он работает причем там кое-что нужно захватывать из биоса то есть там нужен какой-то такой прозрачный инструмент но я то на обычном компе в hdmi втыкаю все как бы хорошо здесь я не знаю как это получится не получится через эти четыре разъема один на кого есть без и будет ли там картинка или не будет не знаю посмотрим вот но честно говоря я такой спойлер для тех кто смотрит это видео 30 минут уже смотрите для вас фойлер честно говоря я до того как не получил тот маг я не думал что они настолько плохие по крайней мере говорю сейчас про 16 на что 16 дюймовый 16 1 mac pro 16 1 16 гигов не помню там какие точные характеристики если интересно там это будет следующим видео про будет не в следующем через одно вот и в общем я в шоке я наверное зову это видео самый плохой ноутбук в мире или как-то подобным образом потому что это реально то что я почувствовал то есть я у меня ну порядка наверное 70-80 рабочих ноутов дома есть старенькие в основном ноуты я их чиню там про перепродаю в общем мой кластер да кроме говорил там с 50 ноутбуков состоит вот и среди них нет ни одного ноутбука то есть буки хорошие есть нормальные есть немножко неудобные но ни одного нет настолько неудобного и поверьте мне отчасти это субъективно я говорю отчасти но отчасти это объективно то есть если вы посидите на майке посидите на винде посетите на бинуксе на всех платформах причем я не говорю что посидите это типа подпылкайте да ну хотя бы там 1 2 3 дня допустим я посиделам на всех этих системах больше чем один два три дня значительно да ну на майке пока две недели но ну как бы то я только для работы, потому что это невозможно использовать и в общем вы поймете особенно если вы тут зависит конечно от того, насколько вы внимательны к деталям, насколько вы хотите под себя настроить всю историю насколько вам хочется сделать все удобно но в целом все равно я уверен, что большинство поймут фишку почему Mac это бред на самом деле, почему Mac это неудобно почему Mac пользоваться невозможно и я изначально знал, что это все маркетинговая лапша Apple, но у меня не было каких-то пруфов потому что у меня не было личного опыта, я честно говоря не хотел его получать, я в принципе этот личный опыт получил только по той причине что меня заинфорсил к этому работодатель, если бы не работодатель я бы этот опыт и не получил бы и видео об этом не выпустил бы, не знаю хорошо это или плохо но я этот опыт сейчас получил и я понимаю, что это реально жесть это реально жесть, это реально неудобно и здравомыслящий человек этим не будет пользоваться если честно и он просто возьмет что-то удобное для него и настроит это под себя или не будет настраивать возьмет просто что-то удобное для него такие тоже есть, да, не вопрос, возьмите там Ubuntu, Fedora последняя не очень хорошая, или Mint да или даже Arch, ну не Archли, но сам по себе конечно там Manjaro, например, возьмите пожалуйста, все преднастроено для людей, так скажем, все удобно из коробки изначально вот ой, у меня тут говорит телефон мне, что я уже осталось 20% батареи но мы почти дошли, кстати, до пляжа может быть мне даже хватит до него дойти, может чуть-чуть ускорюсь вот, в общем, ладно, хватит на груз, там целые, наверное, 7 минут уже посвятил этого этого видео, которое, в общем-то, не планировал посвятить Маку вместо этого лучше вам расскажу еще про Arch, да, тоже какие-нибудь инсайды из видео про Arch, и на это, в принципе, мы закончим тем более, что у меня сядет телефон сядет микрофон, и я все равно не смогу ничего больше снимать для вас к сожалению, в следующий раз как-то постараюсь с Powerbank, что ли, пойти, может захочется подлиннее сделать видео вот, что рассказать про Arch ну, на самом деле, в Arch есть одна такая потрясающая штука, ну, я сейчас не говорю про конкретную Arch, да, вообще про все Arch-дистрибутивы, коих там больше 12 из популярных Манджаро, Гаруда, там то, что я уже говорил, Парабола, Гипербола как бы там, без СМД дистрибутивы если вы хотите, пожалуйста, все это есть в общем, пакетный менеджмент пакетный менеджмент это просто феноменально насколько все грамотно и удобно сделано если вам нужны свежие приложения или если вам нужны не свежие приложения, то уже это все есть пожалуйста, то есть огромное количество опций возможностей snap-пакеты, Flatpak, AppImage Aure с автосборкой с автоскачиванием всех приложений Pacman, конечно же в общем, куча всего все это доступно в несколько кликов даже через графический интерфейс, кстати говоря и вот, вот это основной мой момент кроме этого, конечно, Arch очень быстрый и стабильный дистрибутив, он в плане работы на железе у меня оптайм некоторых ноутбуков которые я бы в принципе не подумал заходят за 120-150 дней настольники там могут год работать спокойно вот и в общем боюсь, что у меня плохой сигнал будет на микрофоне но главное, что мы успели дойти до пляжа практически практически успели сейчас уже осталось чуть-чуть совсем 33 минуты вот и в общем будет про Arch еще много всякой инсайдерской информации про расскажу про то, какие дистрибутивы есть на основе Arch чем они отличаются чем они интересны тут, кстати, шла большая стройка кажется, она уже закончилась ну, такая очень большая стройка мое любимое кафе, кстати вот видите, лампочки светятся очень сильно надеюсь, что хватит у меня тут как раз пляжа есть там кафе напротив пляжа очень надеюсь, что хватит батарейки еще на 2 минуты дойти до него сделать вам панорамку и на этом закончить сейчас посмотрим вот в общем, для меня вот как раз таки ну, Arch это в какой-то степени антипод мака да, и он позволяет управлять системой, если ты хочешь вот что немаловажно если ты хочешь если ты не хочешь ты можешь взять Arch основанный на Arch дистрибутив который уже преднастроен и пользоваться им пожалуйста то есть все возможности хочешь настраивай не хочешь настраивай в маке же такой возможности просто нет то есть кое-что дата можно настроить но не все далеко не все в частности то что мне нужно настроить то что мне нужно убрать поменять драйвер тачпада внешний вид как эта панель я не хочу такой хочу по-другому что она работала переключение окон анимации вот это все ну про интерфейс расширения я уже молчу вообще там это с этим вообще все очень печально вот блин но я все время срываюсь просто это настолько тема меня будоражит потому что столько людей на это ведутся и столько людей это покупает они рекомендуют это друг другу это же кошмар ребята это просто это просто ужас я понимаю рекомендовать что-то хорошее но как можно рекомендовать если вы не попробовали если вы не попробовали другое если вы не сравнили да нельзя же так то типа вот я попробовал в жизни одну булочку с корицей да она вот здесь допустим продается я вот ее одну попробовал, я ее всем рекомендую она такая вкусная, да, спора нет но, блин, человек, тебе нужно попробовать другие булочки с корицей, сравнить и посмотреть, да, хотя бы хотя бы среди хороших да, среди хороших булочек с корицей блин, я, к сожалению, не смогу зайти на этот замечательный перрон плавущий, потому что он в воде я не хочу сейчас туда заходить но, радостная новость хватило батарейки всего на свете, хватило вот аж досюда я считаю, что это вин сейчас, наверное, уже без 15 минут полночь без 10 минут полночь вот, такой вот уровень освещения у нас, наверное, вам слышно да, волны вот вот такая, в общем, история надеюсь, вам было интересно это видео прогулка со мной в лес видео получилось длиннее, чем я планировал но у тех, кому может быть интересно посмотреть пишите вопросы любые, задавайте мне вопросы в комментариях замечания, вопросы, предложения по поводу того, что я спрашивал по поводу чего угодно другого вот, если вам все еще нравится эта рубрика и вы все еще хотите ну вот что-то сейчас уже сядет вы все еще хотите чтобы я в этой рубрике вот так вот гулял рассказывал вам какие-то вещи которые меня беспокоят то тоже можете это написать чтобы я знал что это интересный формат и мы тогда продолжим также можете писать по поводу длительности да, слишком длинная слишком короткая слишком динамичная слишком медленная плохой звук в общем, я знаю все, что вы пишите с удовольствием прочитаю, отвечу на все моменты все не идеально, конечно я это знаю, что есть еще куда стремиться это видео я стараюсь сделать no effort видео, то есть без минимальной без минимальной с минимальной подготовкой то есть взял камеру телефон точнее микрофон стабик и все и пошел просто взял, пошел рассказал что-то вот если такой формат интересен буду его продолжать как-то модифицировать улучшать ну, конечно мне еще очень далеко до какого-то годного формата но, тем не менее будем стараться пробовать вот если же этот формат не очень то я буду стикт к классическому формату который просто стационарный скажем так в домашней студии записывать какие-то свои мысли соображения более подготовлено более концентрировано не на 40 минут а на там 15-20 хотя чувствую, что по Арчу будет полчаса чувствую, что по Маку будет полчаса но это будут такие исключительные видео мне самому когда я смотрю на Ютубе мне нравится видео длительностью вот 18-20 минут я знаю, что это такое число которое всем рекомендует мне кажется, что я буду стараться к нему стремиться но не всегда получается и особенно когда вот такое неподготовленное что-то говоришь много вьешь воды какие-то лишние слова можно было конечно все быстрее четче все рассказать ну ладно ребят давайте вот такой финальную панорамку и на этом закончим потому что это уже действительно экстремально будет ровно 40 минут я сейчас постараюсь на 40 минут обрубить все вот а потом приду домой просто сошью звук и прямо сейчас выложу для вас завтра утром ну то есть сегодня уже утром вы сможете это посмотреть так у нас осталась ровно минута до 40 и сейчас будет панорамка можем начать с меня вот так вот панорамку я вам пока пока на самом деле ребят у меня был с собой второй телефон я присел отдохнуть и вспомнил что что я еще не сказал я еще не сказал что I could actually do this video in English if somebody probably nobody will watch into this moment where I speak in where I speak English and yeah so I frankly don't know why I'm saying you right now but anyway as far as my idea goes I can make this video as well in English of course my English is not so perfect and I definitely will make some mistakes and sorry get back to get back to check if I forgot something or not so my English is definitely not perfect and I will have some struggles with some words but it doesn't matter much if somebody wants to see some of the videos in English leave a comment as well down below in the comment section and I will consider doing some of the videos in English I actually am considering already and I'm definitely doing some videos in English from time to time and I'm trying to improve my language skills and that's why actually it's important not only for you but for me as well so I think I will do videos in English from time to time but I need to know if there are some of you who might be interested in such videos and if the answer is going to be yes I would say that it will motivate me to do it more frequent or maybe to translate some of the Russian videos to English or maybe make bilingual versions of the videos something like that so you know and that would be really nice I also need to find out whenever it's better to make all of the content available in one channel and make maybe some prefix styles like ru n before the title of the video or make a separate channel for English content that would that sounds better maybe and in practice I don't know I don't know because I have no subscribers basically it's super small amount of subscribers and I don't know if it will improve or if it will be not really very comfortable for everybody to see bilingual content on the channel and I also hope I could be able to manage to create content in other languages as well like maybe starting with Norwegian and maybe I don't know what will be next I don't know really maybe Polish maybe Ukrainian maybe some others I want to learn more languages as I go in my life as I travel as I see places talk to people and we'll see we'll see but but for the beginning at least you know two languages are already there and they will grow even more but do you feel the need of this or it's only me and I'm dreaming and actually nobody will care ok let's go back to Russian as the most the largest part of the video was Russian if еще что что я хочу вам рассказать в рамках моей прогулки то длинное длиннющие длиннющие видео на 40 минут я кстати надеюсь что оно сохранилось потому что когда я стоял на углу и снимал для вас пендрамы телефон выключился чего следовало ожидать собственно он давно об этом говорил я очень надеюсь что видео все ок сохранилось потому что 40 минут контента ценнейшего чистейшего контента классного о, кстати, да, вот о чем мы поговорим на пути назад мы поговорим о том вот как по-вашему полезно ли быть инфлюенсером ну это наверное такой вопрос с подвохом конечно смотря для кого и скорее наверное да я думаю, что вы все ответите скорее да но вы можете рассказать об этом в комментариях, свое мнение я расскажу свое мнение об этом прямо сейчас я не помню говорил ли я на видео кажется еще нет у меня такая жизненная цель небольшая выстроить до 200 различных источников дохода которые поступают ежемесячно ну то есть например один источник, ну я не говорю, что там это прям кардинально, разные источники, должно быть не обязательно то есть можно за один источник воспринимать например одну крипту то есть если у меня 20 разных видов крипты то это можно воспринимать как 20 источников но определенно это не значит, что если я говорю 200 источников значит 199 будет крипта а один будет зарплата нет конечно нет я говорю о том, что там будет смесь и по как бы не знаю по какому это внутреннему рациональному мнению моему в моей голове кажется, что должно быть до 20 источников каждого вида то есть например, ну да, 20 источников дохода это будет крипта 20 источников дохода это будет например акции 20 например какие-то драгметаллы окей, можно это уже 60 еще один это зарплата там можно еще несколько там напридумывать ну как бы суть не в этом суть в том, что нужно найти себе вот такое количество источников причем это обязательно денежный доход да, должен быть то есть может туда включить и ресурсный какой-то доход просто как бы ну все подряд но я все равно чувствую, что вот сколько бы я как бы я не считал сейчас у меня там по некоторым подсчетам можно сказать 20, 30, 40, 50, ну может быть 60 то есть я где-то на четверти пути вот я это чувствую и возвращаюсь к разговору о инфлюенсерстве да, о том, чтобы становиться неким инфлюенсером это как раз тот инструмент, который позволяет вам формировать потоки и вот это вот интересно то есть вы можете стать известным блогером видео, текстовым, неважно писать статьи, делать видео что-то, что вы делаете и со временем обрести некую аудиторию вот я часто привожу в пример к тем, кто меня знает знаете, что я смотрю Мартина с его Винтер Гатаном замечательным человечком очень известным DIY-чиком наверное, самым известным DIY-чиком на ютюбе ну по крайней мере, среди тех DIY-чиков, что я смотрю я смотрю достаточно много DIY-чиков, поверьте точно с десяток, наверное ну как бы не то, что я их регулярно смотрю, но когда у них выходят какие-то интересные видео я смотрю их, конечно, с удовольствием вот, но видео Мартина я всегда жду очень сильно с большим нетерпением и смотрю их это, не знаю, это у меня как премьера какого-то фильма который ты ждал там два года или пять лет вот серьезно в каждый выпуск его он сейчас делает их реже, кстати и выходят они, ну в среднем там один-два выпуска в неделю ну они такие классные они такие добрые они такие не знаю, искренние и там ты чувствуешь, как человек растет развивается в общем, он он очень большой инфлюенсер он за 10 лет там карьеры своей на ютюбе он рассказывал, как он делает свою замечательную свою машину MMX Marble Machine да, Marble Machine X которая на основе шариков играет мелодии такая, вроде, казалось бы достаточно простая задача такая, достаточно странная и банальная даже но, тем не менее, как бы человек вот этим горел он креатор, да он пишет музыку музыкант я, к сожалению, не могу ничего такого сказать о себе но, может быть, когда-нибудь я нормально учусь играть на клавишах на гитаре на чем-то еще или на барабанах, например я хочу научиться или на всем вместе и, может быть, буду делать какую-то музыку что-то посмотрим но это все такое как бы, несрочное более далекие планы в общем о Мартине да, он инфлюенсер и он сумел достичь такого феноменального уровня у него 10 тысяч коммиттеров, донатеров на всяких патреонах и ютуб подписках да, 10 тысяч человек почти там 9 тысяч сколько-то там то есть, представляете там, человек ну там по доллару да, по 2, по 3, по 5 кто-то по 100 кто-то по 500 почти 10 тысяч человек это просто феноменально то есть, представляете какой это уровень дохода да, это, в принципе, можно закрыть всей этой аудитории вот эти мои 200 200 источников дохода условных да, вот то есть, во-первых это приятная зарплата то есть, а почему в принципе почему меня интересует 200 источников дохода вообще why do I care in first place about this да, потому что мне как бы нужны доходы уровня крипты то есть миллион долларов в связи с тем что я планирую крипто-поселок да, для крипто-поселка нужно много ресурсов не обязательно денежных но как бы денежные ресурсы они портабельные они наиболее портабельные да, они конвертируются во что угодно поэтому с ними легко и удобно поэтому нужно огромное количество денег чтобы этот проект сделать самому да, чтобы не заморачиваться потому что инвесторы будут, не будут как бы там поддержат, не поддержат фиг знает вот честно фиг знает но если ты инфлюенсер то как бы можешь сам себе построить такую систему из микроинвесторов да и не переживать то есть в любой момент ты придумаешь какой-то стартап захочешь протестировать идею тебе нужны будут материалы и ресурсы тебе не придется стучаться искать очень долго ты просто пойдешь к своей аудитории которую ты уже давно знаешь да, там может быть конечно там все идеально с этой аудиторией да, там с ней тяжело работать там есть всегда какие-то хейтеры которые зачем-то все равно это смотрят да, то что им не нравится какой-то контент но они продолжают смотреть но это все равно эти все как бы минусы у каждого каждого объекта, у каждой медали есть две стороны и в общем вот это все позволяет тебе to fuel да, вот зарядить топливом запитать какие-то вот такие сложные процессы вот мне такие процессы нужны то есть я вижу что любой современный человек креатор мейкер как хотите называйте там да вот он должен идти путем инфлюенсерства и может быть это вот немножко скользкая дорожка потому что там начинается типа реклама можно там что-то рекламу вставлять я вот этого не хочу я хочу пройти путем инфлюенсера и попытаться ну как бы либо ее вставлять минимум только то что мне самому нравится например System76 я прям сейчас вам скажу да, что мне нравятся ноутбуки System76 я могу их порекомендовать если System76 ко мне обратиться я скорее всего соглашусь о них рассказать но с другой стороны я буду о них рассказывать объективно я не буду брать какие-то готовые Keynotes как хочет System76 сказать если они хотят сказать что наша батарея держит 12 часов но по моим тестам она держит только 7 я буду говорить что она держит 7 я не буду говорить что она держит 12 то есть я рискну скажем так моим контрактом с ними или я его я не буду заключать in the first place вообще здесь как бы изначально не буду заключать и вот это меня тревожит это очень сложно во первых стать инфлюенсером это долго сложно само по себе во вторых как стать инфлюенсером и не начать считать что реклама это нормально то есть я не совсем считаю что реклама это прям совсем не нормально но реклама граничит с маркетингом а маркетинг граничит с историей про Apple Microsoft и прочих ребят которые пользуются вот этими рекламными инструментами мягко говоря очень сильно мягко говоря вне хороших ну как бы скажем так ну короче они абьюзер инструментарий маркетинга Apple и Microsoft абьюзер давайте так скажем то есть они используют его больше чем больше чем хотелось бы больше чем ну не знаю как сказать больше чем стоило бы наверное и это понятно у них цель чистая цель это заработок денег и для этой чистой цели они избрали средства это маркетинг и вот они путем этого маркетинга все эти все эти цели свои добываются с точки зрения бизнеса наверное просто понятно ясно и функционально но с моей личной точки зрения это свинство то есть нет ничего плохого в том чтобы рекламировать свой продукт но все имеет свои пределы и вот microsoft не раз уличали в том что например они давали взятки даже госучреждениям за то чтобы их использовали то есть я не считаю что коррупция это нормально я не считаю что это можно делать apple не раз уличали например в том что они замедляют свои устройства и они до сих пор это делают и в общем-то много уже об этом есть информации то есть компании реально ну то есть plant obsoles у них такое висит не знаю в главном офисе на входе такой огромный огромная такая табличка не она висит plant obsoles ну ее конечно не видно она скажем так она невидима особенно для тех кто попался на маркетинговую фишечку вот купите новый ноутбук с винда овц или buy a new market so great it's so nice it can I don't know it can it can have an air tag a technology that was available for like I don't know 15 years maybe radio frequency identification or more you know some of the shops implemented this technology a long long time ago some of the shops even implemented blockchain checking for these tags or for QR codes or whatever so returning back to russian sorry в общем да очень сложная история с инфлюенсерством очень сложная запутанная и непонятно как стать инфлюенсером не продав свою душу маркетинговую демону и сколько это займет времени но в любом случае я считаю что попытка стоит свеч я хочу попытаться стать скажем так open source инфлюенсером да то есть таким именно open spec инфлюенсером если хотите то есть таким человеком который нейтрально относится воспринимает вещи и не готов рекламировать что-то что во что он сам не верит что он не считает нужным вот например если сказать маркетинге то есть ничего кстати плохого бы не было в маркетинге у apple microsoft если бы у linux foundation было бы столько же денег и такой же маркетинг и они бы были компетитив да то есть но в реальности же мы видим что мы видим перекос то есть нет баланса есть компании у которых столько денег что они могут позволить себе маркетинг совершенно любого уровня а есть компании у которых денег нет сейчас или вообще может быть у них цель заработки денег и вот я считаю что корпорации будущего будут выживать не те которые вот стремятся заработать как можно больше денег а именно те которые дают какую-то социальную пользу вот да как например linux foundation но в linux foundation нет рекламы и вот это печально поэтому здесь как бы можно говорить ну блин надо закинуть побольше денег в linux foundation и дать им возможность сделать больше маркетинга да это правильно это один из путей второй из путей это надо ограничить apple и microsoft их возможностям по маркетингу да это тоже правильно тогда мы подтягиваем linux foundation вверх мы стягиваем чуть-чуть microsoft и apple вниз это как бы все уравновешивается на вот таких весах и замечательно то есть у нас нейтралитет у нас варианты у нас объективная реальность более объективная непонятно что не абсолютно объективная но более объективная чем она есть сейчас у нас вот но где это сейчас да то есть мы мы к сожалению такого не имеем и это нужно делать то есть вот если бы допустим опять же ко мне обратился linux foundation сказали слушай дэн ну можешь о нас рассказать да с удовольствием вообще с удовольствием расскажу у вас ребята дайте мне какую-то информацию о вас да я потом дополнительно соберу свою и расскажу как бы информацию которую вы предоставите информацию которую я соберу но я расскажу как бы это со своей колокольни естественно со своего опыта да то есть я например там смотрел очень жаль что например нельзя у них бесплатно завести там имейл хотя бы какой-то базовый там допустим у ребят из Швейцарии там протон мейл да у них можно завести бесплатно имейл там 500 мегабайт пространство и пользоваться было бы замечательно если бы можно было там какие-то базовые вещи которые они делают и получать бесплатно потом все-таки я считаю что любой современный здравый сервис должен представлять бесплатную версию неважно там желательно конечно чтобы это был open source продукт но в любом случае должна быть бесплатная версия такая базовая которой уже можно пользоваться и потом в дополнение к этой бесплатной версии здорово если есть это коммерческая поддержка это платная версия это тоже ничего в этом страшного нет как бы это все окей но обязательно должна быть бесплатная версия и она не должна быть ограничена но это мое мнение во времени или в каких-то ресурсах да там не должна быть ограничена ограничения должны быть какие-то минимальными и для большинства пользователей несущественными иначе вы просто рискуете то что у вас будет продукт из разряда наркотиков да типа первая доза бесплатно дальше вы покупаете вот и все это превращается в историю microsoft apple так это это кстати очень очень похоже на наркотики знаете почему потому что microsoft apple вот они дают тебя первую дозу там бесплатно или за денежки неважно но небольшие какие-то там изначально ты типа подсаживаешься начинаешь как бы это уже сам покупать но почему история про наркотика очень похожа на microsoft apple потому что на самом деле наркотики тоже бывают разные да и они бывают там очень плохие очень опасные бывают менее опасные бывают там практически не опасны да там но разные мнения не будем об этом это эксперты там медики пусть об этом говорят как бы это просто иллюстрация да так вот фишка в том что наркотики apple наркотики microsoft эти наркотики они не являются хорошими то есть это это наркотик который изначально плохой и он плохо сварен некачественно ну у меня много для этого объяснений объективных подтверждений на мой взгляд объективных понятно что может вы можете сказать на любые мои объективные доводы что это субъективно все тем не менее вот и вот в чем прикол то есть а у людей нету какого-то референсы точка чего-то да вот сказать вот вот это как бы плохой наркотик это хорош на вот это плохой как бы плохая операционная система хорошим это на всем плохая компания я не говорю что мир может делить на бело-черное нет но по крайней мере можно сравнивать да то есть можно сказать вот эта компания хуже чуть хуже или сильно хуже вот это сильно хуже вот это немного хуже вот это немного лучше да вот это же делать можно я говорю про вот этот момент я не говорю про какие-то крайности вот и apple microsoft они делают не самый плохой в мире наркотик нет но они делают плохой не делать плохой и вот то есть это со всех сторон подло что ли так можно сказать это не честно то есть вы делаете плохой продукт может вы себя конечно сами самообманом занимаетесь утверждаете себе что он хороший у его в настолько в этой сами верите что для вас он становится хорошему в это прям свято свято верите может быть тогда но кстати вот мы вернулись к той же точке но я не знаю я считаю что на самом деле все равно все все понимают я имею виду те кто отвечают за стратегическое развитие скажем так назовем это так корпорации крупных да я думаю что они там все прекрасно понимают и думаю что они все это рассчитывают и это очень грустно это очень грустно то есть ну для не с их точки зрения это может быть эффективностью назвать можно да но вот так с объективной как я считаю объективной нейтральной точки зрения это подло и неуважительно по отношению клиентов клиент должен иметь выбор даже сам эти вайзация до привязывание железо к сапу это просто немыслимо это это просто немыслимо то есть это как вы представляете себе что вы покупаете молоток и вам вместе с молотком идет в комплекте там три гвоздя определенной фирмы и значит ты как бы эти гвозди забиваешь все хорошо но ты покупаешь другие гвозди подешевле и они не забиваются молоток просто не знаю вылетает вам в лоб или он подскакивает или он не забивает их ли они просто рассыпаются не знаю что то происходит вот эти вайзация понимаете да то есть используйте только наши гвозди наши гвозди самые лучшие они супер супер пупер стали и спасавшитая проверкой на то что используется с нашим молотком наш молоток проверяют что используют наши гвозди на же гвозди праве что используют наш молоток вот компьютер это инструмент ноутбук это инструмент операционная система это инструмент это все инструменты инструмент не имеет права решать за вас что лучше а что хуже если вы решили купить фен чтобы положить его в ванну и в нее сесть это ваш личный выбор да вы должны иметь возможность это сделать. Если вы хотите это сделать, вы знаете, к каким последствиям это приведет, но это ваше дело. Вот в данном случае тостер это инструмент или фен, да? Вы можете делать тосты, вы можете сушить волосы, можете как бы покончить с собой, так скажем. Откровенно говоря. И это ваш выбор. Вот. И как бы или, например, это может немножко негативный пример, давайте позитивный попробуем придумать. Например, вы можете использовать тостер, вы можете в него загрузить белый хлеб, можете черный хлеб, можете хлеб, который сами сделали, можете хлеб, который купили в супермаркете, а можете хлеб, который купили в пекарне. Можете вообще не хлеб туда загрузить, но результат будет непредсказуем, может получиться плохая история. Но вы это можете сделать, потому что тостер это инструмент. Феном вы можете сушить волосы, можете нагревать платы, можете отпаивать компоненты, особенно если это профессиональный фен. Но в принципе вы феном для волос можете попытаться нагревать платы и отпаивать компоненты. Результат будет не очень хороший, это будет не очень удобно, но это возможно. Вот, то есть свобода, человек покупает какой-то объект, какую-то вещь, но она как бы принадлежит ему, он хочет использовать это так. Это его право, это его возможность. Хорошо, это плохо, это уже как бы другой вопрос. Я хочу, чтобы операционная система и железо рассматривались так же. Это инструмент. Они не могут быть залочены. Я в шоке, что до сих пор у Евросоюза нет, ну или там есть может какие-то решения на этот счет, но до сих пор нет какого-то четкого законодательства о том, что нельзя активизировать объекты. То есть если у вас там операционная система, то вы должны предоставить какой-то API, какой-то инструмент доступа замены этой экосистемы. Вы не можете делать прошивки ограниченные. Кто-то может сказать, ой, блин, ну а как же, вот у нас есть медицинский какой-то прибор, и вот в нем секретная зашитая прошивка, потому что если вдруг кто-то там прошьет какую-то прошивку, которая типа плохая, там делают человеку операцию, и ему там будет плохо. Ну да, это возможно, но только вот смотрите, если на сегодня человек, он как бы, если мы хотя бы можем развивать эту историю, то есть мы можем придумать свою прошивку, у нас есть исходники, да, мы можем улучшить. Вряд ли мы будем направлено создавать прошивку, которая будет убивать людей. Если такое будет, эту прошивку очень быстро найдут, ее там заблокируют и так далее. Никто не мешает вам сделать средства проверки, верификации, рекомендации, да, предлагать использовать в основном там вашу фторизованную прошивку замечательную. Никто этого не мешает делать, но дайте возможность научном комьюнити развиваться. В одно время наука, чтобы выучить там какие-то, изучить вернее, новые какие-то особенности человеческого тела, людей, ну как бы их резали, да, каких-то больных там, кто умирал. Бывало, что и не больных, к сожалению, но что поделать было в такое время. И испытывали на людях, как бы, как мы будем двигаться к прогрессу, если компании будут закрывать все, что они разрабатывают за закрытыми дверьми. Кто вам сказал, что прошивка вот этого хирургического инструмента, она настолько хорошая? Кто вам сказал, что альтернативная прошивка, которую напишет сообщество для этого хирургического инструмента, не будет безопасней? Да, она точно будет со временем. Не сразу, может быть, не со временем, она точно будет безопасней. И она будет убивать меньше людей. Первое время, может быть, с ней будут проблемы, но потом будет лучше и лучше. И в итоге этот импульс дельта выравняется в сторону того, что общество будет идти к развитию быстрее, к улучшению, к безопасности жизни. И этот прибор медицинский станет более портабельным. Его станут там печатать, где-то производить локально. Его станут прошивать вот этими разными прошивками, будут пробовать разные. Где открытая медицина, где она? Вот почему это все за сертифицировано, закрыто? Нам говорят, что это во благо людей. Ну, хорошо, во благо людей вы утверждаете. Но кто вам мешает сделать тесты? Кто вам мешает стандартизировать? Вместо того, чтобы сертифицировать какие-то конкретные устройства по каким-то конкретным процедурам, кто вам мешает сделать просто определенный перечень требований? Это, кстати говоря, ISO-требования очень часто к железу ПОО применяются именно так. То есть там нет какой-то залочки по поводу операционной системы. Там есть какой-то general список требований, и вы по ним проверяете. Если ваша штука соответствует этим требованиям, то значит все хорошо. И вы можете пройти эту сертификацию или, по крайней мере, податься, попытаться. У вас проконсультируют, скажут, вы можете пройти, не можете пройти эту сертификацию и так далее. Вот в чем проблема. Эту сертификацию, ее можно применить как к закрытой прошивке, так и к открытой прошивке. Все прошивки должны быть открытыми. Все знания должны быть открытыми и свободными. Да, честно говоря, я не думал, что у меня сегодня хватит на два видео. Одно на 40 минут, второе на 30. Но оказалось, что я могу много говорить о наболевшем, так скажем. Ладно, я буду закругляться, я уже почти пришел домой. Я сказал очень много всего. Это, естественно, мое мнение. Оно как бы... Оно мое. Оно наболевшим. Оно том, каким я хочу видеть мир. О том, каким я считаю, что мир должен стать. Что все должно быть прозрачным, открытым, свободным. И тогда мир станет чуточку лучше. Вот. Ну, для тех, кто вдруг... Вдруг. Если вы вдруг осилили эти оба видео. Если, конечно, второе из них живо. Что ж, я очень сильно на это надеюсь. Если вы вдруг осилили эти оба видео целиком, напишите об этом в комментариях. Потому что я думаю, что вы такой один. И, может, вас двое. Мне просто очень интересно. Вот. Но, как бы там ни было. Я надеюсь, что это было полезно и интересно. Кажется, я это уже сегодня говорил. Вы можете попытаться подписаться на канал. Поддержать меня. Через мой сайт. И увидимся в более коротком, более четко спланированном, интересном видео уже через несколько дней. Пока-пока. Пока-пока. Продолжение следует... Пока-пока-пока. Пока. Продолжение следует...